Здравствуйте! На телеканале Моя Удмуртия выпуск новостей в студии Анастасии Редько и вот о чем расскажем в ближайшие четверть часа. Незаконная стройка или повод для вымогательств в Ленинском районе вновь обострилась борьба между сторожилами многоквартирным новоделом. Сторону выслушала Анна Ковырзина. Их имена не забыты. Поисковики сражений цискали полсотни солдатских медальонов и привезли долгожданную новость в Киевский район для правнучки фронтовика. Для тех, кому за, сегодня в Вежевске работают с Калите, кто уже отправился на заслуженный отдых. В столице прошла специализированная ярмарка вакансий. Казань снова набирает волонтеров. 25 добровольцев от Удмуртии будут помогать соседям в проведении чемпионата мира по водным видам спорта. Отбор желающих начнется уже скоро. Пять лет судебных тяжб жители частного сектора по улице Чайковского в Вежевске пытаются доказать. Многоквартирный дом, который появился в их микрорайоне пять лет назад, построен незаконно. У застройщика к соседям претензии тоже есть. В проблеме разбирались наши корреспонденты. С балкона выйдет, может плюнуть, может хоркнуть, может что угодно. Женя уже говорит, что могут и похоронить на этом участке. Ты постоянно тут. Какое его дело? Что я здесь делаю? Выходит утром на балкон, курит иногда в основном в нетрезвом состоянии. И всякие комментарии в мой адрес. Мне это не нравится. Перебранки между Татьяной и Александром Сусловыми и их соседом, владельцем этого многоквартирного дома на улице Чайковского, начались пять лет назад, когда, в общем-то, и появился дом. Сусловы уверяют, участок на шесть соток по градостроительным документам предназначен для частной застройки. Но никак не для многоквартирного жилого дома. Расстояние между забором Сусловых и балконом трехэтажки – семь метров. Получается, что соседи друг с другом, хоть и не по своей воле, но неразлучны. Это, конечно, не устраивает ни семью Сусловых, ни других жителей частного сектора. Здесь нам подкатывают вот этот дом, который заселяет многоквартирный. И, в общем-то, сразу меняется наша вся жизнь в худшую сторону. У самого же владельца многоквартирной постройки другая версия происходящего. Сейчас вот такое умогательство идет с помощью судов. Соседи один хочет 10 миллионов, второй сосед хочет 2,5 миллиона рублей получить. Хотя с одним соседом уже мировое соглашение подписывали. Чайковскую 52, у нее дом, Суслова. С ней было мировое соглашение в 2009 году и выполнено, и все. Она и деньги получила, и заборную и построили. Сайдингом дом ей обшили полностью. Междуусобные войны переросли в судебные тяжбы. Жители не раз писали жалобы в суд на застройщика. Но безрезультатно. Год назад они обратились за помощью к президенту России. Из Москвы тогда пришла бумага в администрацию Ужевска с поручением разобраться в ситуации. Сейчас уже городские чиновники судятся за застройщиком. Но, по версии жильцов, в городской думе готовится и другое, не в их пользу решение. Сейчас уже администрация сама заявила о его сносе. Но заявив о сносе этого дома, администрация параллельно создала комиссию, которая должна изменить целевое назначение использования этого земельного участка. То есть подразумевается, что этот дом в ближайшее время будет узаконен. Узаконен в связи с тем, что целевое назначение участка будет иметь статус многоквартирного. Сейчас жильцы частного сектора на улице Чайковского с замиранием сердца ждут решения городской комиссии. А между тем, неподалеку от этой постройки уже стали появляться аналогичные. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии бензин снова прибавил в цене. За неделю АЗС поменяли ценники на все марки автомобильного бензина. Так, самый популярный 92-й подорожал на 9 копеек, и средняя его цена по Ижевску составляет 31 рубля 75 копеек. 95-й теперь с плюсом в 4 копейки. Один литр этого бензина стоит почти 34,5 рубля. Заметное подорожание на 80-й он стал дороже на 32 копейки. Зато не изменилось. Цена на дистоплива, оно, как и неделю назад, стоит чуть больше 33 рублей за литр. В Шарканском районе введен фитокарантин. На этот раз ограничительные меры касаются полей, расположенных вблизи деревень Самойлова и Ляльшур. Там выявлено большое количество растений-паразита по Велике Полевой. Она поражает не только кормовые культуры, но также картофель, свеклу, огурцы и морковь. Бороться с этим сорняком сложно. Одно растение дает до 30 тысяч семян. Карантинные мероприятия предусматривают ограничения по реализации семян зерновых культур и кормов за пределы зараженных территорий. Это может продлиться целый год или даже больше до того момента, когда Повелика там полностью не исчезнет. Установить сразу шесть имен героев войны смогли удмуртские поисковики вместе со своими коллегами из Тюмени. И уже сегодня точно известно, это бойцы нашей знаменитой 357-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Удмурте в самые первые дни войны. Зимой 1942 года она попала в окружение Смоленской области. В Удмурте, выходя из кольца, дивизия несла большие потери. Погибших хранили наспех одно из таких захоронений в противотанковом рыве и обнаружили поисковики в Тверской области в Ржевском районе. Найдено 50 солдатских медальонов. Сегодня удалось расшифровать уже шесть. И, как оказалось, все они принадлежали уроженцам Удмуртии. Вот их имена. Дементьев Федор Александрович, 1900 года рождения, проживал в Ярском районе. Еще один уроженец Ярского района Дорофеев Семен Павлович. Поисковики смогли расшифровать медальоны Мерзлякова Петра Якимовича, Ладыгина Аркадия Ивановича, Орлова Василия Егоровича. А вот имя шестого бойца Чередникова восстановить пока не удалось. Известно лишь, что он уроженец Большоучинского района. Более подробную информацию можно узнать на сайте телеканала Майя Удмуртия. Поисковики надеются, родные обязательно найдутся и откликнутся. Найти родственников одного из погибших бойцов, кстати, тоже из 357-й стрелковой дивизии, поисковикам уже удалось. Произошла действительно удивительная история. 12-летняя правнучка фронтовика стала искать и собирать факты о своем родственнике для своей исследовательской работы. И какое же было удивление родных и близких девочке, когда они получили известие, что останки их погибшего на войне родственник обнаружили поисковики. Случайность это или судьба, попыталась выяснить Светлана Буланова. Шестиклассница Ирина перечитала уйму книг про войну, перелопатила кучу исследовательских статей в интернете. Ради того, чтобы по крупицам набрать материал для своей работы. А вот тема для написания, рассказывает школьница, появилась практически случайно. Хотя ежедневно, говорит, проходила мимо темы для исследования. Я прохожу мимо мемориала каждый день и решила узнать, кто автор мемориала, когда он был построен и что там написано. Выяснить историю мемориала, установленного в самом центре поселка Кес, Ирине помогла мама. Она и подсказала дочке, что среди 6 тысяч героев войны, уроженцев Кесского района. Высечено и имя прадеда Ирины – Григория Черкова. У нас уже низкий сельский совет. И вот здесь Черков. Второй сверху. Прадеду было 40 лет, когда в июне 41-го он добровольцем отправился на фронт. Его зачислили в нашу удмуртскую 357-ю стрелковую дивизию. Но уже зимой 42-го года прабабушка Анастасия получила похоронку. Ее муж Григорий значился в списках без вести пропавших. Отомстить фашистам за отца решается его старший сын Виталий. Он прошел всю войну, но ему так и не удалось узнать, где покоится его отец, написала в своей работе Ирина. Лишь в 80-х годах родные получили известие, что он погребен в Смоленской области под Сычевкой, братской могиле. Однако нынешним летом выяснилось, Григория Черкова не было в том братском захоронении. Его останки и медальон лежали практически под открытым небом, в воронке времен войны. Я никогда не сомневаюсь в том, что человека, которого очень ждут и очень ищут, вот даже в таком виде, значит, это ведь семья, все-таки, может быть, натолкнула ее написать эту работу. Может, значит, она узнала историю своего прадеда. Это, конечно, это все-таки судьба, это не случайность. Еще было семь человек. Вот среди семи человек этот медальон, представляете, его не взяли. Быстрее всего даже, может быть, слукавлю, может быть, даже... Дело в том, что такое ощущение, что верхний слой снимался вообще трактором. Потому что вот видно, как зашел трактор и как вышел трактор. То есть, представляете, можно было эти семь человек перемешать, можно медальон был. Вот мы практически его отдельно нашли, этого человека, этот медальон. Это вот, скорее всего, наверное, случайное, может, и нужное совпадение. Это, наверное, надо было делать, может, что-то свыше дано, сказано было. На работу мне позвонили с нашего музея и сказали, что найден медальон. И надо уточнить, действительно ли этот ваш прадед. Я подошла в музей и выяснилось, что действительно это мой прадед. Ощущение? Ну, ощущение, конечно. Чувство гордости, радости, что ли, я не знаю. Захоронить останки своего деда, рассказывает Галина. Родные хотели в Кизу, но потом решили. Григорий должен покоиться на той земле, где пролил свою кровь. И уже сегодня известно. Найдены герои войны. Поисковики захоронят 9 мая под Сечевкой. На церемонию погребения Галина собирается поехать вместе с Ириной. Кстати, за свою исследовательскую работу шестиклассница получила первую премию на межрегиональном конкурсе творческих работ. Что такое родина? Светлана Буланова, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». У пенсионеров и инвалидов республики появится выбор, в каком учреждении и у какого специалиста они хотят получать услугу. Министерство социальной защиты населения Удмуртии для исполнения своих функций прибегает к услугам частных компаний. С 1 января будущего года в России вступают в силу в закон, который предоставляет такую возможность. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра соцзащиты Ольга Карепанова. Сейчас ведомство создает реестр таких организаций. Сколько их в республике, точно неизвестно. Помимо этого, новый закон предусматривает разработку так называемых карт сопровождения. Сама по себе карта сопровождения будет предусматривать мероприятие, необходимое для улучшения качества жизни пожилого человека. На каждого конкретно? Что? На каждого конкретно, да. На каждого конкретно. И в этой карте сопровождения будут указываться учреждения, в которых он может получить те или иные виды услуг. И человек будет иметь право выбирать, где и какие услуги он будет получать. В список войдут все услуги, которые Минсоцзащиты оказывает уже сейчас. В частности, это услуги социального работника, сиделки, какие-то разовые работы, например, по колке дров. Карту будут выдавать только в социальных учреждениях, исключительно на добровольной основе по заявительному принципу. Пока же министерство готовит изменения в региональный закон и ждет соответствующих постановлений российского правительства. Предстоящий праздник, День пожилого человека, который отмечается 1 октября, стал поводом для службы занятости устроить сегодня специализированную ярмарку вакансий. Именно пенсионерам сложнее всего приходится в поиске работы. Так ли это, решил уточнить наш корреспондент Дмитрий Вороновнин. Пенсионерка Галина Никитина на ярмарку вакансий пришла одной из первых. В руках два основных атрибута активно ищущего работу человека – ручка и газета объявлений. Говорит, пенсии хватает не всегда, а надо еще и внукам помогать. Бодрая бабуля, бывшая крановщица, верит, именно сегодня ей повезет. Мне это важно сегодня найти работу, чтобы она устраивала, и мне нужен свободный график, ну и приличная зарплата. Ну вот так вот, если помечтать, какая примерно? Примерно. Ну, у меня такая цель, чтобы получать хотя бы, ну, в пределе 20 лет. Выстояв немалую очередь и изучив все вакансии, договорилась с работодателем – будет подсобным работником. Свою работу искали здесь сегодня почти полторы тысячи пенсионеров. Навстречу к ним были приглашены 35 работодателей. Именно те, которые могут предложить вакансии, востребованные у пожилых людей – соцработники, сиделки, медсестры, администраторы, продавцы. Два часа, отведенные на ярмарку, даром не прошли для большинства. Желающих много. То бишь, мне очень приятно, что много пенсионеров, очень много. Первый раз я вижу, что народу столько много. Все желают заработать, я понимаю, пенсии не хватает. Людям пенсионного возраста надо помочь и детям, и себе тоже. Организаторы ярмарки знают, пенсионерам найти хорошую работу сегодня намного труднее, чем активной части населения. Потому в преддверии Дня пожилого человека и предложили рекордный список вакансий – 750 мест. Этим и объяснили сегодняшний ажиотаж. Можно сказать о том, что примерно 25-30% заявленных вакансий предварительно находят своих работников. И люди записывают, я вот прошла, посмотрела, то есть записывают друг у друга контакты, много раздаточного материала. Я думаю, ярмарка будет плодотворной. После закрытия ярмарки прогнозы специалистов подтвердились. Примерно 600 пенсионеров сегодня предварительно договорились о трудоустройстве. Дмитрий Вороновлин, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Ласточка верхом на коне и голубь с препятствиями. Воспитанники школы Верховой из Дыжевского зоопарка показали все, на что способны. На конную симфонию посмотрели и наши корреспонденты. У карликовой лошади и имя соответствующее – мотылёк. Лошадки маленьких размеров, как карманные собачки, были выведены селекционерами исключительно для того, чтобы радовать глаз. Катать на своем крупе людей они не могут под силу максимум двухлетки. Зато эти лошадки очень общительны и поддаются дрессировке. Это заметили все зрители, что пришли посмотреть на конную симфонию в зоопарке. Это как отчетный концерт лошадей и наездников. И также самый сложный элемент – это стойка. Еще я по иру полю. С вольтежировки, то есть акробатических трюков на лошади, начинаются занятия в школе Верховой езды в Ижевском зоопарке. Арина Медведева эти упражнения освоила с легкостью. Четыре года назад ее заметил тренер. Девочка постоянно водила дедушку в зоопарк, но никакие животные ее не интересовали. Все время она проводила у вольера с лошадьми. Успехи в Верховой езде стали появляться сразу. Арина быстро поняла, что путь к сердцу пони Карата лежит через его желудок. Я просто всегда ему приносила всякие сладости, яблоки, морковку, сахаром кормила. Слушается ли тебя? Нет. Нет? Он меня проверяет все время. Ну, то есть козлит там, ну, назад пятится, балуется вот сейчас вот. На занятия Арина привела и маму. Она теперь тоже учится ездить верхом. Тренеры говорят, любовь к лошадям – это как диагноз. Преодолевать все трудности легко, если по-настоящему привязан к этим грациозным животным. Доброту по отношению к животным, заботливость о ком-то, допустим, о лошади, о том, как она себя чувствует. Потом трудолюбие. Ведь нужно почистить лошадку, убраться за ней, допустим, помыть ей ноги после занятия. Сейчас в Ижевском зоопарке занимаются 10 подростков. Вскоре они и их подопечные снова покажут свою конную симфонию. Анна Ковризина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». И еще одна информация в конце выпуска. Удмуртия набирает волонтеров для работы на чемпионате мира по водным видам спорта. Сам чемпионат пройдет в 2015 году в Казани с 24 июля по 9 августа. Сегодня исполняющий обязанности министра спорта Игорь Краснов рассказал, кто может стать волонтером. Отбор волонтеров будет организован на базе Центра подросток. Принимать заявки там начнут в середине октября и завершат в январе будущего года. Всего на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани будут работать 2500 волонтеров из 21 региона России. От Удмуртской республики ждут порядка 25 человек. Очень серьезный отбор. В первую очередь ставка делается на студентов. Но студентов, скажем так, не просто хорошо обучающихся или активной жизненной позиции. Студентов, которые имеют непосредственное отношение, собственно говоря, к спорту и к плаванию в частности. Свободно владеющих иностранными языками, английским и немецким. Для того, чтобы эти волонтеры действительно были на очень хорошем уровне подготовлены к организации проведения этого чемпионата. Добавим, что из республиканских спортсменов в чемпионате мира по плаванию в 2015 году примет участие Сергей Большаков. Сейчас в составе сборной России он готовится к соревнованиям на выезде. И о других спортивных событиях расскажет Марина Азябина. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok